Субтитры подогнал «Симон» Девушки отдыхают Во всех отношениях девушка А самое главное, мы понимаем друг друга с полуслова Вернее сказать, понимали когда-то В общем, все началось месяц тому назад У нас была круглая дата И я решил подарить ей золотые сережки с бриллиантами Но то ли бирюзовая коробочка Или как вариант лишний бокал вина В общем, что-то натолкнуло Юлю на мысль Что я хочу сделать ей предложение Это не так Она рыдала всю ночь Наутро, как приличная девушка, сказала, что это от счастья Но я-то знаю, что врет Через неделю я пошел, купил кольцо Моя мама говорит, что в женитьбе нет ничего страшного А самое главное, непоправимого Так-то оно так Но все равно как-то стрёмно Блин Сай! Да, да, я здесь Привет Ты чего не одет? Через полчаса выходим Да я успею Ты сорочку купил? Да, купил, купил Молодец, давай, девайся А представляешь Ирка с Клопаковым решили свадьбу в Хорватии делать Жалуется, что бабла нет В Хорватии Вы когда-нибудь слышали про кризис трех лет? Так вот он у нас в самом разгаре Сорочку-то погладил? Нет, тебя ждал Артур! Это что такое? Это сорочка Не может быть, блин Какого она цвета, умник? Ну я же тебя просила Купить любого нейтрального цвета Любого другого, только не белого Я зачем себе шила это платье? Чтоб ты мне его потом испогонил Своей дурацкой белой рубашкой Ты хотела бабочку? Хотела Для бабочки Сорочка бывает, только закрытой планкой Продается она, к сожалению, только в белом свете Никаких айвори не бывает, понимаешь? Я знаю, зачем ты так сделал Хочешь выставить меня полной идиоткой Ты понимаешь, что на фоне твоей белой рубашки Мое платье будет казаться тупо грязным Хватит орать на меня! Хватит издеваться на Тамаре Да не заметит никто Юль Юля хочет замуж Можно было бы потянуть еще полгода, год Но Костян Колпаков, мой лучший друг Влюбился в Юлину подругу Юль, мы опаздываем Неделя назад у них был голод, как они вместе В прошлую субботу он сделал ей предложение А сегодня мы с Юлей идем на их помолвку А что особенно у Ирия? Да как-то ничего Просто теперь Юля осталась единственной Незамужней в банте курочек Ты идешь? Юлины псевдопогемные подружки любят потратить денег На всякого рода бессмысленное действие Типа помолвки Главное, чтобы было модно Дорого Прошу меня, простите Поздравляю Ужасно Спасибо Друзья, позвольте сказать несколько слов Итак, если кто не в курсе Мы с Ирой решили пожениться Ира Я люблю тебя Ты делаешь меня самым счастливым человеком на земле Колпаков Я хочу от тебя детей Иди сюда, быстро Ты не корнишь Ура Спасибо Спасибо Клад Привет Привет Королева Прекрасно выглядишь Спасибо Здорово, что ты пришел А где Кто? Артур? Не знаю Наверное, провалился сквозь землю Стыдно стало после речи Колпакова За Костю? Нисколько Я с ним солидарен Привет Привет Что? А, нет, ничего Рубашка Хорошая Пойду с девчонками Поздороваюсь, сейчас приду Давай, давай Никто не заметит? Если я так бейся, я могу уйти вместе своей сорочкой Ну, конечно, уйти вместе Вместе того, чтобы решать проблему Это в твоем стиле А как я ее должен решать, скажи, пожалуйста Не знаю Ты, мужчина, сделай что-нибудь Сознательный уход от реальности Хоп и все Броня 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 Сделай что-нибудь Сейчас я сделаю что-нибудь Малыш, я в говно Мы вот с ней больше обижать от проблем не будем Сорочка с платьями сочетается Нахрен сорочку Не Айвари, конечно Но зато, сука, с закрытой планкой Главное это платье Держись Все хорошо Пять и пять Нуль восемь карат Простите, мы закрываемся Пять и пять ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Курма! Юль! 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 Вау! Алло! Ты офигел? Где ты? Теперь через двадцать минут! Быстро сюда, придурок! Новое радио. Нарепите! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Эфир! Тихо-тихо, больно жду. Помой его. А всё вчера было. Офигенно! Вчера всё было. Здрасте. Привет, привет, Артур. Давай. Новое радио. Новое радио. Новое радио. Новое радио. Новое радио. Новое радио. Десять часов утра в российской столице. В эфире еженедельная воскресная программа не серьезная о серьезном. Меня зовут Артур Каганович, а в гостях у меня сегодня очень серьезный человек. Семен Слепаков. Доброе утро, Семен. Здравствуйте, Артур. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я вас всех приветствую. О чем будем говорить, Артур? Говорить мы сегодня будем не серьезно. Говорить мы сегодня будем с Семеном не серьезно. Так. Абсолютно. О чем же мы будем говорить не серьезно, Артур? Говорить мы сегодня будем о любви и отношениях к Семену. Отбивка. Семен, будьте добры. После рекламы первой песни, пожалуйста. На новом радио. Каждый день новое радио принимает твои личные сообщения. Юль, Юль, подожди. Артур. Одна минута. Быстро в студию. Сейчас, да. Иди работай. Подожди, пожалуйста, прости. Я правда не хотел... Все, Артур. Не надо извиняться. Я не обижаюсь. Просто с нас хватит, мне кажется. Прости. Я все решила. И спасибо, что хоть эфир не спорол. Пошли. 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 Быстро. В студию. Женщина, женщина, как ты некрасиво поступаешь со мной. Женщина, женщина, как несправедливо, что я не с тобой. От меня вчера улетел Андрюха, а я один в квартире пустой. Женщина, женщина, как все это глупое, ты не со мной. Одна его порога и до края небес. Долгая дорога не к тебе. От твоего порога и до края небес. Долгая дорога не к тебе. Женщина, женщина, если бы мужчины умели летать. Если бы не только Андрюха, а все мужчины умели летать. Если бы мужчин умели летать, их стало бы не хватать. Женщина, женщина, и тебе бы стало меня не хватать. Но от моего порога и до края небес. Долгая дорога не к тебе. Как говорит моя мама, когда у нее возникает проблема. Сынок, не ищи меня, я в Турции. Ну что ж, Турция так Турция. Здравствуйте! 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 Дорогие друзья, я уже завтра улетаю, и я хотел бы эту песню посвятить Мишеньке. В этом отеле мы с ним познакомились, ты в мою жизнь ворвался так внезапно, 8-10 ночей. Миш, я люблю тебя. Если вспомни меня, где была, я такого мальчишку сладкого, И я замечу, что угнала, угнала, как простую девятку я, Угнала у всех на виду, угнала... Ой, а можно пониже? Ну ладно, остается так. И чтобы девятку я ждала, тебя так ждала, Ты был мечтою моей хрустальною, угнала, тебя угнала, Ты был мечтою моей хрустальною, угнала, тебя угнала, Ты был мечтою моей хрустальною, угнала, тебя угнала, Ну и что же ты, криминального... Слушай, я, наверное, пойду, ты меня прости, ради Бога. Хорошо? Вместе, Миш, люблю тебя. А вот вдруг мне скажут, а где дела? Москва! Миша, медвежку сладкого, и я скажу, что угнала. Миша, Миша, Миша. Миша, вернись. Санитар леса, блин. Ну вот, вот как-то так, ты знаешь, я вот завтра утром проснусь, а тебя рядом не будет, странное чувство, правда? Все, все. Пойду, а то я сейчас заплачу. Миша, я не забуду тебя никогда! Прощай! Прошу прощения. Воу-воу-воу, братик, все в порядке, мы работаем. Все окей? Окей. Давай-давай-давай, проходи, братик, не стесняйся, присаживайся. Сам откуда? Из Москвы? А подочнее... В смысле? Все так говорят, потом начинаешь уточнять, окажешь, что из Тамбова. Артур. Папа. Крещеный? Да. Все. Дима! Дима! Греческий салат и кара ягненка, две порции. Греческое кафе в Турции, в арабском квартале. Со слов папы, еще его прадед Лазарас Пападобулос владел им. А сам папа единственный грек во всем измере. И гордости его по этому поводу нет предела. Потому что я к людям по-человечески отношусь. Меня у них тут как заноза в заднице. И мне это по кайфу. Блин. Диера, трамарака! Еще раз так сделаешь, получишь. Сидыр, о! Сюда иди! Диера! Привет! А вот и я! О! Танюха! Миша, я из Макза. Мы созданы друг для друга. Сдала билеты, вот я здесь. Я так тебя люблю. Видишь землю на горизонте? Ага. Это брат Греции. Баратто Гомемена Сустома. Да? Да. Давай, о чем ты там хотел поговорить? Да я... А ты был женат? Конечно, два раза. Сейчас встретим. А как это ты понял, что надо жениться тебе или нет? Любишь ее? Ну... Так, братик, здесь надо точно знать. Люблю. Ну, любишь, значит, женить, это нормально. Как объяснить? Женщина по природе своей рождается несчастной. Мы же, в свою очередь, рождаемся для того, чтобы сделать их счастливыми. Это закон. Это наш долг, наше призвание, наш крест. Делать этих несчастных дур счастливыми. Любишь ее, значит, она достойна. Ну... Да не думай ты ни о чем, просто кайфуй. Люблю ли я Юлю? Да что за дурацкий вопрос, конечно, люблю. Стал бы я ее три года терпеть. Хотя, что такое любовь? Так, мне больше не наливать. Любовь, парни, это когда ты все время в чем-то виновата, она вся такая красивая. Как же я скучаю. Да. Юля, привет, слушай. Артур. Слушай, тут такое дело. Хватит мне звонить, пожалуйста. Тихо, Юль, слушай, подожди. Смотри, вы, женщина, изначально рождаетесь несчастными. Да, ты же. Да. Ну, не же мы, а мы мужчины созданы для того, чтобы у вас несчастных сделать счастливыми. Это природа. Это природа. Все, я не могу говорить, объявили посадку. Так, Юль, послушай меня хотя бы минуту. Села, мы летаем на конференцию в Афины. Извини. Юль, твой паспорт у меня. Слушаю. Мне сказали, что мое кое-что у тебя. Да, привезли пару дней назад. Ты нашел человека, который мог бы решить вопрос? Пока нет, это не так просто, Марко. Но, будь уверен, человек найдется. Кое-что должно быть у меня завтра. Хорошо. Все нормально? Да, родственник из Греции. А у меня проблемы. Пипец. Прикинь, моя умотала в Грецию отдыхать с мужиком. Не езжай. Решай вопрос. В Грецию? У меня шенгена нет. Это плохо. Очень плохо. Слушай, братик. А я тебе помогу. У меня куб Жорик ходит в Грецию по воде. Тебя куда там нужно? В Афины. Значит, вот как мы поступим. Завтра Жорик идет на Гларас. Это остров. На нем есть аэропорт. У меня там живет близкий Марко. Надо будет ему кое-что передать. Что это? Марко сделает так, что тебя посадят. Это самолет, да, Афин? Смотри, уже звоню, решаю вопрос. Если спросят меня, где взяла Я такого мальчишку сладкого Я отвечу, что угнала Угнала, как машину зима Ты что, не видишь, что он пьяный? Я всех на виду Угнала, чтоб все не поверили Но пойми, имей в виду Да подожди, там Я забыл, как его зовут Ну и что же здесь криминального? Чего он так нажирался? С бабой у него проблемы Тащи давай, тебе-то какая разница? Слушки мои Ты везешь его до Глараса Там ждать его не надо Он дофин Ты что ты? Я бурю Посылка для Марка В его рюкзаке Проследись, чтобы он не забыл на твоей рукаве Нехороший ты человек Давай, поговори мне лишнего Пустослов Давай, давай, дорогой Пойдем туда Идем со мной Идем со мной Идем На лодки На лодки На лодки А вы В школе учился? Ты не учился в школе? Мы такой Ездили Еще На бывшей владелице И я ждала Тебя сдать Ух Давай сюда Я угнала Тебя угнала Ну и что же здесь Криминально Потрясающе Представляешь Почти три тысячи лет Там наверняка бывали Аристотель, Сократ, Гомер Читал там свои гимны богам Агапии Инны Монкасья Тупрэпи Стонкафэна Агапии Инны Накитас Тимпорта Олаэн Агапии Инны Накитас Агапии Агапии Аристотель Алло Это лодка, да? Плывем Плывел Извините, Олег Что есть? Да. А ты что здесь делаешь? А что, мешаю, что ли? Нет, просто интересно. А ты что в Грецию? Да, так, к невесте надо в Афины. Правда, надо по пути там заехать, передать кое-что. Кое-что из Турции в Грецию? Простите! Какой нахрен шашки? Вот такой! Давай, нахрен! Накрывай! А-а-а! А-а-а! Турчики, Миша, не надо гереть! Отсюда! Отпусти! 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 Давай! Миша, подожди! Да! 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 К... К... Канович! Где ты взял это? Это дал мне мой друг? Голубка? Ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Девочка, позови остальные 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мама, я сдержал слово. Теперь вы с папой снова будете вместе. Спасибо тебе, Господи. Спасибо, что помогли вернуть на родную землю прах моего отца. Папас рассказал мне о вашей проблеме, которая теперь стала и моей. Что происходит? Прошу, будьте моими гостями. Я тут отсыпал чуть-чуть. Нехорошо получилось. Снюхал человека и втер его в десна. Я каннибал. Отлично. Есть рейс на раннее утро. Я 12 буду уже в Афина. Запарился. Леха, греки завтра тебе сделают новый паспорт. Ты первым рейсом летишь за 200. Сегодня мой отец, Василис Хасапакис, вернулся на родную землю. Воистину, пути Господни неисповедуемы. Это хороший знак в преддверии свадьбы моей дочери Катарины и нашего друга семьи Антониса. Отец своим возвращением благословляет ваш брак. Сегодня все должны веселиться. Сегодня большой праздник. Прости нас, Господи. Выпьем. Ура! Я шувадоним. Я шувадоним. Я шувадоним. Я шувадоним. Я шувадоним. Ага, иду. Сейчас. Стенни. Давай. Ты тоже свою можешь взять. Красава! Привет. Привет. Вообще-то это мое место. А правда? Да. Я не знал, прости. Все в порядке. Ну и что там? Там? Море. Море? Да ты что, правда? Да, мне так кажется. Тебе кажется? Я не знаю. Я не знаю. Идем. Куда мы идем? Куда? Ты увидишь. Увидишь. Окей. Окей. Так, прощаемся. Иди к нам. Что это там светится? Это город. Класс. Что ты делаешь? Хочу искупаться. Сейчас. Вода холодная. Ну и что? Я не знаю. А это не опасно? Не знаю. Тебе страшно, Артур? Да. Да ну брось. Иди сюда. Ну и что. Окей. 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 Ты стараешься вискаться? Добрый день. Не говори моему отцу. Никогда. Не скажу. Никогда. Договорились? Да. Что? Что случилось? Это нашли возле алтаря. Если я правильно понимаю, то вы думаете, что это мы взяли прах? Вы украли его. А какой мотив? Вчера вы поняли, насколько он ценен для семьи Марка и решили выкрасть его, чтобы подзаработать. Чего он гонит? Он думает, что мы решили бабла на прах срубить. Если бы мы взяли прах, почему остались в доме? Пожалуйста, скажите, почему мы остались? Чтобы отвести подозрение. Отвести подозрение? Ну, да, ломать его на умнике. Он не имеет права, все такое. Давай, 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 поуверенней. Хотелось бы знать, на каком основании вы нас, собственно, задерживаете? Есть какие-то доказательства, указывающие на нашу причастность к этому делу? Если надо, я могу полгорода свидетелей привезти, которые скажут, что прах взял вот этот вот, который косит под итальянца. Я ничего не брал, understand? Успокойтесь. Нормально, да? Я гражданин Реал, давай сюда адвоката. Миш, пожалуйста, успокойся. Чего тише-то, я четыре, мне сейчас шьет, я тише, а? Немедленно успокойте своего друга. Мы еще хотели его заливить, а потом... Миша, все, все, все. А что, в долговны-то набрали, а давайте не... Тихо, 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 тихо. Мазите, гриф! Ай! Сейчас, вот... Ай! Скажешь, Маш! Хватит. Отпустите их. Снимите наручники. Марка, здесь я решаю, Что и как делать? Да. Ари, отпусти его. Вы останетесь на острове. У меня в гостях. Пока прах не найдется, ваши паспорта останутся здесь, в полиции. Я молился о том, чтобы это были не вы. Что он сказал? Молился о том, чтобы не ты прав взял. Так, хватит с меня этих мафиозных базаров. Пора звонить дяде Толе. Тебе к телефону. Это не из банка? А я откуда знаю? Какого рождая ты вообще даешь кому-то телефон на его кафе? Дай сюда. Да, на, на. Мишаня Рыбин, здрасьте. Какой Мишаня? Рыбин, дядя Толь. Привет, Мишаня Рыбин. А я, папа, ты что, в Греции еще? Дядя, дядя, приношевать негде. Дядя Толь, помощь ваша нужна. Дядя Толь, помощь ваша нужна. Дядя Толь, дядя Толь, дядя Толь, помощь ваша нужна. Дядя Толь, помощь ваша нужна. Значит так, он будет вечерним паромом. Теперь посмотрим, кто кого. Что она здесь делает? Это ж твоя. Давай, отвлеки ее. Я? Почему я? Ну, что, я, что ли? Это ты и я. Давай, придумай, что-нибудь. Давай, встречаемся у Марка. Извините, мой друг. Здравствуйте, здравствуйте. А, вы русский! Извините, можно вас на минутку? Извините. Это, вот, это мой муж. Мы просто с ним потерялись в этом городе. Вы его не видели? К сожалению, нет. Вы меня простите, Аргема, мне надо бежать. А если вот так вот? Ой, простите, пожалуйста. Ну, вот, бай. Я вам желаю удачи. А, до свидания. Ну, если его встретите, скажите, что я его ищу. Я свою встречу передам. Удачи. Простите. Что ж, свадьбы не будет, пока прах не найдется. Я тебя понял, Марка. Он ушел? Да. А что с ним? Нашу свадьбу перенесли. Понимаю. Послушай, ты не видела моего друга? В доме его нет. Понятно. А ты далеко? Хочу прокатиться. Катарина, давай передохнем, пожалуйста. Артур, хватит ныть. Крути педали, давай. Окей. Окей. Я буду скучать по этому месту. Что? Что? Не обращай внимания. Мужские хитрости. Да. Стой, куда ты? Это женские штучки. Не обращай внимания, Артур. И не обращай внимания. Давай. Давай, не писяй. Анатолий Васильевич, здравствуйте. Такой же дохлый, как отец. Здорово, Мишань. Здорово. Анатолий Васильевич, меня Артур зовут. А Мишаня в машине попросил вас встретить. Ага. На шифре? Вот. Понял. Держи. Так. Ну ничего, ничего. Деда! Здорово, салага. Ну что за вас тряслось? Всем привет. Анатолий Васильевич, меня зовут Марка. Добро пожаловать на мою виллу, Агия Галине. Спасибо. Достатка и благополучие вашему дому. Проходите, пожалуйста. Пойдем за стол. Извините. Добрый вечер, добрый вечер, вечер добрый. Вы говорите на греческом? Откуда вы? Я из Афин, проездом. Афина? Афина, Афина, Афина. Рашен, федерашен. Да, дядь Толь? Решил я навестить племянника, а тут такие дела. Михаил рассказал мне о вашей проблеме. Что ж, я готов помочь в ее решении. Ты им только скажи, что в ментуре работали. Ничего себе. Что же, в нашей ситуации все средства хороши для достижения цели. Все же, чем конкретно вы можете помочь. Дело в том, что вещь, которая пропала, штука, в общем-то, специальная. Кроме вас, прошу прощения, никому не нужная. А значит, и круг заинтересованных лиц небольшой. Ваши родня да друзья семьи. А раз народу немного, стало быть, и искать недолго. У меня есть в этом кое-какой опыт. 15 лет оперативной работы. Что ж, познакомьтесь. Это Антонис. Начальник полиции острова и друг семьи. Он ведет расследование по этому делу. Извините. У вас пуговица оторвалась. Спасибо. Мой интерес простой. Я вам возвращаю прах, а вы мне моих парней. Идет? Хорошо. Пусть будет так. Бог вам в помощь. Ангелики, подготовь комнату для гостя. Ваше здоровье. Пожалуйста, угощайтесь. Ну вот, прямо по коридору, первая дверь направо. Спасибо. Не за что. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спасибо. Не за что. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Идин. Ага. Юля? Спасибо тебе большое. За все. Что-то это... Тебе спасибо. За все. Ты... Больше. Юль, ты господи. Что случилось? Да, блин, что ты делаешь? У тебя что, проблемы? У меня нет проблем. Отлично, тогда займись со мной любовью. Просто так? Да. Я так не могу. Точнее, я могу, но не так же. Забудь правила и законы своего мира. Это Греция. Здесь действует только один закон. Закон любви. Что она здесь делает? Она здесь для того, чтобы подтвердить тот факт, что я была с мужчиной. Здравствуйте. Я понял. Она здесь, чтобы подтвердить факт. Тогда ладно, пускай. Без проблем. Она сидит тут, а я пойду туда. Послушай. Это я украла прах. Но зачем? Я сделала это, потому что не хочу выходить замуж за Антониса. Если он узнает, что я не девственница, то раз хочет брать меня в жены. О, Боже мой. Помоги мне с этим, а я отдам тебе прах. Ты вернешь его отцу, вам отдадут документы, и ты сразу уедешь. Катарина без дунаина про септикус. Что она говорит? Что, блин, такое она говорит? Бабушка просит, чтобы ты не доводил дело до конца. Завтра не проспею. Ой, спасибо. Я все-таки зайду завтра. Так будет надежнее. Точно. Вот она кульминация. Герой-то я стоит перед страшным выбором. Если я не лишу Катарину девственности, то не получу урну с прахом и завис, но тут хрен знает насколько. Эта скотина Влада времени терять не станет. Это я знаю точно. Ну, с другой стороны, получается, что есть меню Юля. О, господи, боже мой, что же происходит-то. Ну, тут либо я, либо она мне. Это секс. О, спасение любви. Стой. Ой. Что? Все, секс отменяется. Бабушка уснула. Она и так подтвердит, что все случилось. Подожди. Ты же только что говорила про закон любви. Греция и все такое. Просто полежи со мной рядом, пожалуйста. Спасибо, Артур. Это было прекрасно. Не за что. It's okay. Всегда готов. Давай, давай! Доброе утро! Миша, подожди, надо с тобой поговорить. Миша! Да, Миша, подожди! Я знаю. Чего? Я знаю, где прах. Дядя Толя! Да, Миша, стой! Не надо, дядя Толя, никакого! Да, стой! Не надо, дядя Толя, никакого, Миша! Слушай, не надо, дядя Толя, ничего говорить. Я сейчас не смогу тебе всего объяснить, но сегодня все будет ясно, понял? Не понял. Так, короче, нам надо будет быстро свалить с острова. Тебе надо ехать в город, узнать, когда будет ближайший рейс до Афин, понял? Да. Договорись с лодкой, у тебя бабки есть? Да я не могу, там же она, эта. Да, Миша! Это наш единственный шанс, ты понимаешь? Другого шанса не будет. Что? Поцелуй меня. Это не честно. Я знаю, но... В последний раз. Идем. Идем. Да, 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 да. Что папа дает? Детал, дитал, дитал. А, лодка. А, но нет, бёсер. А, но это... Похоже, русский не особо торопится возвращать похищенные. Его больше интересует твоя старшая дочь, Марко. Пообещай мне, что в следующий раз ты подумаешь, прежде чем говорить такое в моем доме. Обещаю. И сдержу обещание, только и ты сдержи свое. Катарина, Марко. Катарина. Если вернешь прах, она твоя. Будь уверен, Марко. Я найду его. Кто-то забрал его. Он был тут, кто-то его забрал. Что? Не было тут никакого праха, да? Первый раз, будь со мной честной, не было тут праха, так? Там был прах. Ты что, мне не веришь? А что, должен? Почему нет? Напомню тебе про вчерашнее. А что было вчера? Ты обманула меня. Ты лгунья. Ты меня любишь? Ты меня любишь? Люблю ли я тебя? Да. Причем здесь любовь? Если бы я почувствовала, что ты полюбил меня, я бы отдала себя в ту же минуту. Послушай меня. Сколько мы знаем друг друга? Три дня? Да. Да. Можешь мне объяснить, как можно понять что-либо за три долбаных дня? Когда речь идет о настоящей любви, много времени на принятие подобных решений не требуется. А ну-ка, иди сюда. Иди сюда. Настоящая любовь? Принятие решений? Катарина? Катарина, в каком фильме ты насмотрелась этой чуши? Да что с вами со всеми? Я не знаю. Может, дело в тебе, Артур? Катя! Катя! Может, еще один? Верри гуд! Ага! Миша, я хорошая! Миша! Миша! Миша, ну в чем я повинилась? Миша! 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 Я люблю тебя, Миша! Миша! Я здесь, Миша, я здесь! Миша! Вы сноскинут руки от друга! Я вернусь! Я обязательно вернусь! Миша! Миша! Ну, наконец-то! Влад, тебе не кажется, что нам надо поговорить? Кажется. А вдруг все, что между нами происходит, это просто инстинкт самосохранения? Мы больше не можем видеться. Миша, прощай. Хитренький какой! Кто ж теперь тебя отпустит? Есть, Дуаис, днем и вечером. С лодкой я уже договорился. Мишань, ты прости от боя, извини, пожалуйста. Я не знаю, где прах. Я не знаю, ехать в Афину или нет. Может, пусть она просто будет счастлива? Пусть все бабы мира будут счастливы. Они же все, на самом деле, достойные. Просто не все мужики могут счастливыми их сделать. Вот и все. Вадя, а ты не прифигел, если гонцуженьки? Я спорту жизнью рисковал, на хрена? Что значит, не знаю, хочу я лететь в Афину или нет? Вадя, а почему Вадя? Меня Артур зовут. Так а толку-то? Очень приятно, когда тебя по имену называют. Так по делу? У нас с тобой нет никаких дел. Да я проблемы твои решаю, пока ты гречку топсешь. Пошел ты. Говно ты, Сань. Не пацан, Сань. Так. Вася обычный. Сань. Войдите. Папа, нам надо поговорить. Что случилось? Давай. А вон тот, что в середине. Сядь, ты не суети. Я уже убил. Дядя Толя, я честное слово, я к ней не притрагивался, я ничего не делал. Меня за изнасилование закроют, да? Да не кипишуйте, никто тебя никуда не закроет. Прах у меня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Правда? Ты че, реально думаешь, я тебе это подпишу, что ли? Греческие висики за последние 10 лет? Я это подписывать не буду, understand? Ари. Давай, пока. Ты вообще улыбаешься хоть иногда? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Парис, папа! Мой френд! Сразу было понятно, прах взяла девчонка. Когда все влеглись, я сел в засаду и затаился. К утру появилась она. Понятное дело, я решила перепряст прах. Ну, в общем, как я и говорил, если прах реально найти, значит, он найдется быстро. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А что ж, вы его сразу не отдали? Ложка дорога к обеду. Дива, там. Значит, скажи ему, что у меня есть предложение, открытого, он не сможет отказаться. Да? Да. Почему ты так со мной поступил? Я ничего не сделал. Я пустил тебя в свой дом. Дал тебе хлеб, вино. Готов был помочь с документами. А ты так жестко мне отплатил? Почему? Скажи, пожалуйста. Видит Бог. Я не хотел этого. Я люблю ее. Что ты сказал? Я люблю Катарину. Этот ответ мне подходит. Завтра ты повторишь это в церкви. Ангелики принесет тебе все необходимое. Ты ничего не забыл, Марко? Ты дал мне слово. Моя дочь принадлежит этому мальчику, Антонис. Она сказала, что любит его. Я вижу, ты забыл, с чего мы начали, Марко. Или тебя больше не заботит твое темное прошлое? Что если в городе узнают, чем их мэр занимался в Афинах, о твоих делишках с турками? Ты не сделаешь этого. Иначе мне придется поведать о твоем настоящем, Антонис. Я думаю, всем будет интересно, откуда у тебя роскошный дом, оливковые сады. Я прошу тебя, проследи за Артуром. Не дай бог, с мальчиком случится какая-нибудь беда. Я прошу тебя об этом как друга. Не доводи до того, чтобы я пришел спрашивать себя, как с врага. Дядя Толя сказал, что сделает вам предложение, от которого вы не сможете отказаться. Какое еще предложение? Что ты здесь делаешь? Отец велел мне передать вещи для Артура. Понятно. Ты забыл свои очки. Спасибо. Что-то случилось? Скажи, что я не схожу с ума. И между нами что-то есть. Нет. Ты не сходишь с ума. Я не смогу отсюда уехать. И не надо. Мне здесь нравится. Ты сумасшедший. Почему? Ты меня совсем не знаешь. Ты меня тоже. Значит, мы оба сошли с ума. Это плохо? Нет. Просто я забыла, как это... сходить с ума. Мне нужна твоя помощь. Где тут у вас можно чай купить? Я серьезно. Тише, 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 тише. Тише, сейчас очень важное тебе скажу. Давно должен был тебе сказать, сейчас скажу. Тише, тише. Ты... Ты женат? Если бы... А? А? Все намного серьезней. Ага. Черт я, нельзя тебе этого говорить. Ага. Саня! Ненавижу тебя! Телефон просит! Я не знала, что думать! Куда? Стоять! Я всех самарских петцов на пуши подняла, чтоб тебя запеленковали! Иди сюда! Мы созданы друг для друга! Пойми! Ангелики, ну где они? Они едут, папа. Я только что им звонила. Подождем еще немного. У нас все хорошо, что хорошо кончается. Да? Гет аут! Дядя Толя! Тихо, 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 тихо. Спасибо. Держи. Ага. Держи. Крек. Все, пошли в машину. Ага. Куда он? На свадьбу. А мы чего? Все, посажу вас сейчас на лодку. Три часа. Через три часа речь в Афинах. Слушайте, а как же так-то? А что с Катариной-то будет? Ага. Мне надо туда. Женюсь я, видимо, а что? Слушай, у тебя же невеста в Афинах. У меня их две. Две. Подождите, а? Значит так, ты давай, определяйся уже. Ну что значит определяйся? Вот это туда или туда? Ну вот так вот прям взял и определился, туда или туда. Слушай, ребят, давайте, у меня времени мало, решай, ну? Десять секунд, пожалуйста, десять секунд. Я ничего не пропустил? Я вот тут нашел кое-что. Случайно. Это хорошие люди, не так ли, Марко? Это твои слова. Я сразу сказал, что прах взяли русские. Это не так. Катарина, признайся. Прости, папа. Но зачем? Я думала, если прах пропадет, свадьба отложит. Я не хочу быть женой этого человека. Она не хочет, вы слышали? Почему ты мне не сказала? Я знаю, что Антони схранит твою тайну. Я боялась, он навредит тебе. Вот прах твоего отца, Марко. Отдай мне свою дочь, как обещал. Папочка, пожалуйста, нет. Прах в обмен на дочь, Марко. Я прошу тебя, нет. Ты дал мне слово? Нет. Простите, что вмешиваюсь, но настоящий прах у меня. Мне его дал Толя. Что ты несешь? Настоящий прах у меня. Почему ты мне не сказала? А ты мне почему не сказал? Подождите, у меня тоже есть прах отца, Марко. Прах отца – лучший подарок на свадьбу дочери. Вот настоящий прах. Прах отца – лучший подарок на свадьбу дочери, старшей дочери. Что это значит? Я выхожу замуж за этого человека. Как видишь, он более достойный, чем многие здесь присутствующие. Когда речь идет о настоящей любви, много времени на принятие подобных решений не требуется. Что ж, дети мои, отец с нами и благословляет ваш брак. Разве можно желать большего, Толя? Академия Академия Ну чё? Чё? Вроде как да. Ну а ты чё, куда? Слушай, ну я здесь пару дней потусую. Этих надо спортсменов посмотреть. Атланта. Ну? Да, дело хорошее. Эх ты. Давай. Всё, мой телефон у тебя есть, так что ещё звони. Ты тоже звони, у тебя тоже есть. И это, на свадьбу пригласили? Давай, давай, пока. Артур! Чётка! Четкач! Подскажите, пожалуйста, в каком номере остановилась Юлия Савельева? Я её жених. Всё, парни, гейм-овер. Кольцо у меня. Вижу цель, не вижу препятствий. Ведь тормоза придумали трусы. Это мой выбор. Я его сделал. Не выполни я. Снова не спится. Снова один. Но если ты, любовь, один из нас, мы устроим час и не завтра, а здесь и сейчас. Но если ты, любовь, не уходи, а глянись вокруг, как и жить прекрасно, здесь и сейчас. Скотч, как способ уйти, новая рыбка, старой синий день. Ночь. Кинанула, да? Сам решил. Я понял одну штуку. Выбор – это наше единственное оружие в борьбе с будущим. Вот это очняк. Больше. Давай. Ну что, обратно рванил? Давай. Валя. Давай, давай. Миша! Миша! От судьбы не уйдёшь, Миша! Мы созданы друг для друга. Миша! Миша! Сопротивление бесполезно! Миша! 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»